Кашхабский район во все времена славился спортсменами, которые своими достижениями прославляют не только районы, республику, но и Россию. Здесь много людей, занимающихся физкультурой и спортом. Герой нашего сегодняшнего сюжета – Захар Соломко, юный житель хутора Игнатьевский. С восьми лет Захар занимается таким видом спорта, как тэквондо. За время посещения данной секции спортсмен добился немалых результатов, имеет многочисленные награды различных уровней. У нас в хуторе Игнатьевском проводился только один вид спорта – тэквондо. Я решил попробовать, мне понравилось, заинтересовало меня. Мой тренер – Вороков Дуреттумарович. Сейчас Захар является членом сборной республики Адыгея по тэквондо. Его упорство и настойчивость помогают ему в достижении поставленных целей. Наставники по спорту оценивают его труд по достоинству. Тренировки у нас проходят регулярно, стараясь не пропускать. Самое запоминающее соревнование – это было в Казани, в Европе. Чем тебе запомнили? Ну, там была конкуренция большая. Зал обустроен хорошо, красиво было. Все организовано. И какое место? Второе. Так, по приглашению мэра Москвы с 3 по 8 января 2023 года 10 одаренных ребят нашей республики посетили столицу России. Отрадно отметить, что в числе приглашенных был и Захар Соломко. Благодаря участию в инновационном проекте «Город открытий» дети изучили столицу в интерактивном формате, получили новые навыки и компетенции. Москва – очень красивый город. Каждый проведенный день в Москве – это был город открытий для меня. Ну, был в Дарвиномском музее, в стадионах Лужниках, в музее Победы, в киностудии имени Горького на Кремлевской елке главной. Впечатления были положительные, там все понравилось было, все красиво, все организовано, спланировано. Таким учеником не могут не гордиться как учителя, так и одноклассники. Ну, я рада, что Захар в моем классе, я очень рада. Он ответственный, хороший человек. Я горжусь, что в нашем классе есть такой одноклассник, как Соломка Захар. Каждую линейку, как только мы строимся, он всегда выходит и завоевывает новые места. Я очень рад, и он всегда мне готов помочь, если у меня какие-то проблемы. Он хороший одноклассник и мой самый лучший друг. Захар, в свою очередь, благодарит всех, кто оказал содействие в организации этой поездки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!